Более полувека разбирался в таинственной гибели Новороссийска, очевидец событий, капитан первого ранга, офицер линкора Октябрь Барбирюков. Он работал на этом флагманском корабле Черноморского флота СССР в конце 40-х и знал его как свои пять пальцев. Трагедия произошла на глазах офицера, но он ничего не мог сделать и только беспомощно наблюдал за тем, как тонут друзья-товарищи, как корабль уходит под воду. В 1955 году должен был вновь вернуться на линкор, и как раз он прибыл в Севастополь из Москвы утром 29 октября, когда взрыв уже произошел. И он утром видел, как он пишет в этой книге, и это запечатлелось навсегда в его памяти, он увидел днище линкора, перевернутого оверкилем, и видел вот эту страшную картину постепенного погружения судна в воду, гибели корабля. Он понимал, что там гибнут его товарищи, он очень многих, естественно, знал, и офицеров, и матросов, и старшин. Долгое время страшную гибель 620 моряков из самого линкора Новороссийск, а также истинную причину случившегося, тщательно скрывали. Затонули как члены экипажа, так и спасатели. Выжить удалось немногим. Гриф «Секретности» не снимали до 80-х годов. Октябрь Петрович не мог смириться с утратой, гибелью друзей и экипажа корабля. Он решил открыть правду и увековечить имена погибших в своей книге «Линкор Новороссийск. Исследование корабельного офицера». Над рукописью работал 17 лет. Три с половиной года назад за ее издание взялся Роман Моргенштерн. Так долго над книгой издательство не работает, но это занятие настолько увлекло, что он добавил ряд новых исследований, приложений, исторических справок. Здесь очень хорошо подробно расписано, что из себя представлял Советский военно-морской флот, офицерский корпус, старшинский, рядовой состав, откуда были матросы, старшины, по национальному составу, по социальному статусу, отношения между людьми в экипажах. Он дает характеристику флотского командования, рассказывает о послевоенном Севастополе, о том, как жили люди. Это очень важно, потому что это как бы такие штрихи времени. Скажем так, это книга не только о линкоре, но еще о времени и о людях. Впервые за историю гибели Новороссийска в книге приведены личные данные всех погибших на линкоре. 380 фотографий и воспоминания об офицерах, матросах и старшинах. Редкие документы середины 20 века. Существует несколько версий случившегося. Согласно официальной версии правительственной комиссии, взрыв немецкой донной мины, которая с 1944 года находилась на дне Севастопольского фарватера, либо есть еще несколько версий. Одна из них наиболее популярная – это версия диверсионная, о том, что судно было под уроном специальным подразделением боевых пловцов ВМФ Италии. Есть версия, что это была совместная операция ВМФ стран НАТО. Исследователи излагают еще одну версию. Новороссийск ранее входил в состав флота Италии под названием Джулия Чезаре. И итальянцы просто не хотели, чтобы корабль служил. Эту версию подтверждает и тот факт, что недавно один из итальянских ветеранов признался в своем участии в диверсии на линкоре. Среди погибших 19 одесситов. В Одесской области в некоторых школах есть музей памяти погибших моряков. В честь одного из героев Матусевича предлагают назвать и улицу в Одессе.